Библейский портал экзегет.ру представляет Итак, сейчас мы с вами приступаем к изучению 63-го псалма. Наши видеозаписи вы сможете посмотреть на портале экзегет.ру. 63-й псалом – это плащ человека, который, согласно заголовку, называется Давидом. Псалмопевец словно стоит в центре заговора. Заговор угрожает его жизни. Злонамеренные люди, играя словами, выражениями, пытаются исказить правду, превратить правду в неправду о невинном, невиновном человеке. Поскольку описанное в данном псалме интриганство снова и снова повторяется в общественных отношениях на самых разных уровнях, этот псалом с глубокой древности стал моделью для молитвы для угнетенных людей. Текст псалма не только передает нам ту напряженность, с которой автор встречается с преследованиями, но и также дает человеку надежду, что в конечном итоге не он, а его враги претерпят крушение. О предполагаемых изменениях к лучшему нам свидетельствует игра слов. И в частности, повтор, но в разных контекстах, использование таких слов, как «стрелять» и «поражать». Например, в пятом стихе говорится о том, что враги втайне стреляют стрелами внепророчных. А в восьмом стихе речь идет уже от лица Бога, что Бог поразит как бы своими стрелами врагов. И там, и там стрелы, но разный результат. Тоже можно сказать и о параллелизме между четвертым и девятым стихами. Там также повторяется идея слов, стрел и поражения. В частности, по четвертому стиху злодеи наточили свои языки, как мечи и острые стрелы, но в девятом стихе Бог сделал так, что они своими же стрелами, другими словами, своими же собственными словами поразили сами себя. Это общая идея псалма, а теперь мы с вами детальнее рассмотрим его содержание. Итак, второй, седьмой стихи. Псалом начинается с обращения к Богу за помощью. Слова «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей» являются типовыми для подобных песен плача, для плачевных песен. Замысел коварных людей, их цель – причинить вред. Их оружие – это их язык, их речь. Они начинают свои атаки с язвительных, колких слов. Они не столько мятежники, это слово из русского синодального перевода, которым вы пользуетесь, сколько скорее, если следовать букве тексту, они агитаторы, провокаторы, те, которые распространяют в средствах массы информации неправдоподобную или неполную информацию. И тем самым они как бы подбивают общество на волнение и беспорядки. Искусно подобранные слова, как известно, могут причинить душе чувствительного человека такой же вред, как и реальные мечи и стрелы. Что именно говорили злоумышленники, мы не знаем. Их слова не цитируются в псалме. Возможно, это были какие-то слухи, распространяемые в обществе, какие-то клеветнические доносы. Вполне возможно, что это даже были доносы на суде. Последние, то есть неправедные доносы в суде могли даже привести к казни, к смертному приговору подсудимого. Итак, третий стих. «Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев». В этом стихе мы сразу встречаем две категории лиц. Вернее, это может быть две стороны одной и той же медали. Разное описание одной и той же организованной группы. Замысел коварных и мятеж злодеев. Какие яркие характеристики. Здесь коварство людей проявляется не в том, что они случайно обронили неосторожное слово, но, скажем, неудачно пошутили. Глубина их коварства подчеркивается тем, что они преднамеренно выстраивают программу злословия. То есть где-то в глубине сердца у них недобрая мысль. Они желают зла. И выстраивают шаги по достижению своей цели. Каким образом? Путем мятежа, бунта. По всей видимости, речь идет о каком-то бунте тайном, о неком сговоре. Это когда человек, ну, например, руководитель организации, приходит на работу, а там внезапно забастовка, без всякого предупреждения, ну, какой-то бойкот, нежданно-негаданно. Или когда его предает его близкое окружение. Опять же, без всякого видимого намерения совершить что-то плохое. Как я уже говорил в начале, мы не знаем, о какой конкретной группе лиц идет речь. Были ли это министры царя, его полководца, его домочадцы. Мы ничего не знаем. Это не важно для автора псалма. Для него важно то состояние, в которое приходит его душа. И тот выход, то решение, которое он в конечном итоге видит в своей жизни, которое сбывается как бы помимо его воли. Бог то ли через соответствующее сопоставление с течением обстоятельств, то ли каким-то иным образом как бы сам вмешивается. Но его вмешательство, оно остается невидимым за скобками. То есть для самого псалмопевца тот факт, что люди, которые стреляют острыми стрелами, себя поразили, он это воспринимает не как случайное совпадение, а как промысел и как наказание Божие. Итак, в ответ на вопрос, знаем ли мы что-либо об этих коварных злодеях, мы никаких подробностей не знаем. Но эти две характеристики, мятежность и коварный умысел, уже говорят нам о том, что это люди, которые грешат в словах не случайно, а преднамеренно. Враги словно делают расследование за расследованием. Об этом говорит нам седьмой стих. Расследование за расследованием. Они вникают в частности личной жизни псалмопевца. При этом они не объявляют о своих планах публично. Их новые аргументы похожи на выстрелы из-за засады. Злонамеренность этих взрослых людей противоположна той модели воспитания благочестивых юношей, которая изложена в книге «Притч». Цитирую. «Сын мой, если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычей, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою, отстызи их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови». Подобные нападения, как правило, совершаются не одинокими разбойниками, а организованными группами лиц, которые действуют по сговору. Они хотят спрятать ловушки на пути псалмопевца. Они хотят его запугать, загнать в угол, поставить в безвыходное положение. Слово «сеть», которое мы встречаем в 6 стихе, это термин, который буквально означает ловушки, селки, которые применялись в древности для ловли птиц или мелких зверьков. Для таких ловушек делались специальные деревянные конструкции или использовались сети из веревок, такие переплетения веревок разных видов. Если человек бродил по лесу или по полю или внезапно попадал в такие селки, он мог в них запутаться. И не имея помощника, человека, который бы выточил его из этих сетей, он мог реально умереть. И поэтому воспоминания о сетях, в которых запутывается человек, и сам этот образ опутывания сетями в последующем приобрел иносказательное значение. В частности, в книге царств мы встречаем такую фразу «сети смерти опутали меня». То есть это те смерти, которые могут меня привести к смерти. Метафоры сетей использовались авторами псалмов для описания общественных интриг. Цитирую 139-й псалом. «Гордые люди скрыли селки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня». Какова же причина этих интриг? Что является их источником? Коварство, человеческая хитрость, желание приобрести что-то за счет других. Коварный замысел, язвительное слово, злое намерение, поиск неправды. Вот в чем выражается хитрость делателей неправды, о которых идет речь в 3 стихе. Идем дальше. 8-й, 11-й стихи. По первой части псалма зложелатели использовали подобные ядвитым стрелам слова, чтобы нанести вред невиновному человеку. Во второй части псалма, 8-й, 11-й стихи, в ответ зложелателями Бог стреляет своими стрелами. Как враги стреляли без предупреждения, так и Бог внезапно их поражает. При этом враги стреляли из засады в тайне, а Бог делает свое наказание явным. Он хочет, чтобы все видящие злодеев удалились от них. Если перевести эту фразу 9-го стиха точнее, то речь идет о том, чтобы все видящие их, то есть видящие наказание Божьи над врагами, они буквально покачали головой. Покачать головой значит надсмехаться. В данном случае русский текст синодального перевода создает некоторое недоумение. Согласно древнееврейскому тексту, они буквально будут качать головой, то есть будут презрительно смотреть в сторону пораженных врагов. Согласно греческому тексту, они поколеблются, значит, смутятся, устрашатся. В том и в другом древнем тексте речь идет о том, что наблюдающие за тем, как зложелатели сами себя поражают своим злым, колким, острым языком, они приходят в изумление и делают из самого наказания для себя урок, урок для своей жизни. А синодальный перевод удаляются от них, который я лично хотел бы признать неточным. Он вместо идеи наблюдения за промыслительным наказанием врагов здесь представляет нам некую иную идею, идею бегства от этих злодеев, как от прокаженных людей. То есть удалились, убежали с места казни, удалились от тех людей, которые сами себя начинают колоть своим языком. А в конечном итоге по 11 стиху праведники, которые здесь называются праведными сердцем, то есть праведность у них где-то в глубине, их принцип жизни – праведность. Это тот принцип, по которому они выстраивают свои общественные отношения. Они о Господе возвеселятся, найдут в нем убежище и будут им хвалиться. Им хвалиться, то есть его прославлять. Вывод. Псалом является образцом для молитвы для той категории лиц, репутацию которой хотят испорчить недоброжелатели, недобрыми слухами в прессе или клеветническими доносами в суде. Клевета в виде устной и письменной речи, публикаций в прессе или поддельных документов и сейчас может использоваться недоброповерядочными гражданами как оружие для устранения конкурентов. В молитве 63-го псалма Бог призывается войти в положение, разобраться в ситуации, защитить невиновных. Здесь же эта молитва, она полна уверенности, что в конечном итоге Бог накажет злодеев их же собственным языком. Если посторонние люди, хотят они того или не хотят, становятся свидетелями того, как грешники получают соответствующее наказание, это прививает им чувство страха, который удерживает их от соблазна повторить путь нечестивых. При этом праведники, напротив, не столько устрашаются, сколько радуются тому, что благодаря вмешательству Бога в мире, наконец, начинают торжествовать справедливость. Практика домашнего чтения псалмов, безусловно, она исходит от практики общественного богослужения. То есть, если мы говорим о любых традициях домашнего или, как в монастырях называют, келейного чтения, то на первом месте стоит общественное богослужение. Надо сказать, что и в древности, когда мы говорим о молитве, как о неком явлении, проявлении религиозности человека, первая молитва, или, вернее, ее наиболее яркое выражение в общественной, в личной жизни людей была молитва храмовая. То есть, храм – это место для молитвы. В храм люди приходят, чтобы помолиться. То есть, молитва – это тот текст, обращенный к Богу, который человек читал в древности в храме. И псалмы пелись тоже в храме. Это были тексты поэтические, с музыкальным аккомпанементом, которые сопровождали богослужения в Ветхом Завете жертвоприношения. В Новом Завете произошла переинтерпретация ветхозаветных жертв, и сама молитва уст, то есть словословие Бога на устах человека, стало восприниматься как жертва уст. И по аналогии с ветхозаветным храмом, первые псалмы читались в первый, третий, девятый час дня. Если перевести на наше теперешнее понимание суточного измерения времени, то это по нашим часам где-то в седьмом часу утра, в девять часов утра, в полдень и в три часа дня. Вот то, что мы называем часами, то есть в храме читается, так называемые часы, третий, шестой, девятый час, это вы знаете. Так вот, это те псалмы, группы в три псалма, которые читались в семь утра, в девять утра, в двенадцать и в три часа дня. Это основа. Потом появились группы псалмов, которые присоединялись к утреннему богослужению, утренне, и к вечернему, вечерне. И это перетекло и в домашнее употребление. В монастырях Египта в IV веке возникла такая практика прочитывать всю псалтырь, то есть все 150 псалмов, которые разделены на группы в двадцать кофизм. То есть 150 псалом делится на двадцать частей, и каждая из частей называется кофизма. Так вот, читали всю псалтырь за неделю. И, следовательно, одна кофизма прочитывалась за вечерний и две за утренний. Таким образом, семь дней в неделю умножим на три — двадцать один. В воскресенье читалось на одну кофизму меньше. Итого двадцать. Вот это основа. В домашнем чтении мы по аналогии с храмом богослужения также читаем ту или другую кофизму. Узнать, какой именно номер, можно, заглянув в соответствующий богослужебный устав. Но нередко сейчас в приходской практике, в которой псалмы не читают ежедневно, потому что не служится богослужение ежедневно, читают псалмы по порядку. То есть, допустим, положили в храме псалтырь и по мере совершения богослужения читают кофизму за кофизмой. Соответственно, в воскресные дни, например, в Сретенском монастыре, по идее, должны читаться кофизма вторая-третья за утренний. Но мы с вами можем услышать другие номера кофизм. Мы сейчас стали читать псалтырь по порядку день за днем по мере совершения богослужений, чтобы не было пропуска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...